Обеспечить устойчивый и естественный рост численности населения России – один из основных тезисов недавнего послания президента. Поддержать семьи, в том числе многодетные, собираются не только различными выплатами. За пять лет свыше полумиллиона семей с детьми смогут улучшить жилищные условия с помощью льготной ипотеки. Однако до сих пор пополнить ряды многодетных семей решается не все. К таким родителям-героям сразу появляется масса вопросов. Например, сложно ли растить и воспитывать детей с многодетной и, главное, счастливой семьей Матвеевых из Ленска встретилась Светлана Балеева. Василий и Мария Матвеевы – родители четверых детей, трех дочек и сыночка. Познакомились молодые люди во время обучения. Мария только приехала из Верхоянска поступать на педагогический факультет, а Василий уже был студентом медицинского. Встретились, влюбились с первого взгляда, решили пожениться. И, как признается Мария, она всегда мечтала иметь большую семью. Затягивать с этим не стали. Мы планировали четырех сразу. Поэтому, как забеременела, сразу родили в 2013 году. Мы переехали сюда в 2012 году, и через год родилась наша доченька. София, потом в прошлом году, в сентябре, вот уже. Не ожидали двойное наше счастье. Сегодня старшему Матвею 8 лет. Он учится во втором классе. Он любознательный, очень активный. Рассказывает с гордостью многодетная мама о своих детях. Хорошо учится, занимается арифметикой, играет в шашки и шахматы, ходит на танцы. Спокойный, внимательный и очень застенчивая Софии 5. Она воспитанница детского сада. Посещает театр моды. Тоже танцует. А вот младшим близняшкам Танюше и Арише всего 5 месяцев. Они довольно спокойны, улыбчивы. Но настроение у них переменчиво. У малышек режутся первые зубки. С появлением близняшек сын совсем повзрослел. Помогает маме по дому и заботится о сестренках. Я был рад, когда они родились. Все время помогал маме. Помогаю ночью даже. Если когда они плачут. Я поднимаю, когда говорят, еще качаю, даю пустышку. На вопрос, сложно ли быть многодетными родителями, молодые отвечают нет. Хорошую помощь и поддержку они получают от родителей и родственников, которые с удовольствием приглядывают за малышками. Семья пока проживает в съемном жилье. Но буквально месяц назад Василию, как молодому специалисту и работнику городской стоматологии, районная администрация выделила однокомнатную квартиру в новом доме. Через месяц семья планирует переехать. В 2013 году молодые взяли ипотеку и вот уже несколько лет строят дом, о котором так долго мечтали.